Всем привет! Двухлитровый турбированный дизель на машине Opel Insignia. Какой стартер лучше произведет его надежный запуск, особенно в морозную и зимнюю погоду? Распространенный 1,9 кВт японский стартер от компании Mitsubishi или редкий 2,2 кВт немецкий стартер от компании Bosch из системы Start-Stop? Пока не знаю, давайте спросим у нее. В первую очередь решил снять родной 1,9 кВт стартер Mitsubishi, чтобы совместно со стартером Bosch произвести их ревизию. Проще всего это сделать, имея доступ к стартеру сверху и снизу. Для начала отсоединяем силовой провод и управляющий провод. Но будьте осторожны, силовой провод напрямую подключен к плюсу аккумулятора, поэтому после его отключения необходимо заизолировать, а лучше сразу снять плюсовую клемму с аккумулятора. Для снятия самого стартера понадобится открутить 1 болт снизу и 2 болта сверху. После чего стартер легко демонтируется и появляется возможность осмотреть зубья двухмассового маховика. Сам стартер был сильно уставший, с сильными очагами коррозии. При его работе отмечался очень громкий шум и биение шестерни бендекса. А вот, кстати, к примеру, как работает 2,2-киловаттный стартер Bosch. Намного тише и биение шестерни бендекса полностью отсутствовало. Чтобы понять причину такой разницы в работе двух стартеров, необходимо произвести их разборку. На видео я показал параллельную разборку двух стартеров с остановкой и пояснением качества основных узлов стартера. Так, на стартере Bosch легко открутились. Все болты, гайки, винты легко выкрутились в две шпильки и я без труда снял втяжное реле. А вот на стартере Mitsubishi все было совсем наоборот. Сначала я не смог открутить втягивающее реле, а затем и вовсе сломал две шпильки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Позже все же на стартере Mitsubishi я смог открутить втягивающее реле с помощью силовой отвертки. Но оно показалось мне менее добротным по сравнению с втягивающим реле стартера Bosch. А вот щеточный узел стартера Mitsubishi оказался более компактным. Он представлял собой одно основание с четырьмя установленными щетками. В стартере же Bosch щеточный узел так и норовил развалиться на две части. При его сборке я очень сильно намучился. У якоря стартера Bosch на коллекторе содержится 28 ламелей против 23 у стартера Mitsubishi, что позволяет получить большее количество пар полюсов, а следовательно и увеличить крутящий момент. На статорах же обоих стартеров по 6 магнитов, что позволяет получить одинаковое количество пар полюсов. Три. Шестерня бендикса стартера Bosch имеет 11 зубьев. По сравнению с 10 зубьями на стартере Mitsubishi, что позволяет получить более выигрышное передаточное число у стартера Bosch. Планетарный редуктор стартера Bosch полностью металлический. А вот у стартера Mitsubishi эпицикл редуктора выполнен из пластика. А в сателлитах и вовсе установлены втулки. В то время как у стартера Bosch на сателлитах установлены подшипники. У обоих стартеров на крышке со стороны щеточно-коллекторного узла установлены втулки. А вот со стороны бендикса у стартера Bosch установлен подшипник. В то же время у стартера Mitsubishi там также стоит втулка, которая кстати уже развалилась. Так как принято решение реставрировать оба стартера, то я произвел промывку всех элементов стартера. Отдельно в контейнеры сложил механические части и электрические части. Все залил бензином и промыл. После чего просушил все элементы стартера. Со статора стартера Bosch я решил удалить старую краску. Покрыл его смывкой краски, дал время ей размягчить краску и все ошкурил наждачкой. После чего покрасил стакан термостойкой краской. Вот такая красота получилась. В стартере также решил заменить втулку и подшипник. В крышке со стороны щеточно-коллекторного узла просто выбил старую втулку и на нее место запрессовал новую. А вот подшипник со стороны бендекса я извлекал на горячую. Нагрел корпус с помощью газовой горелки и выбил старый подшипник. Смотрите продолжение в следующей части. После чего опять нагрел корпус и на его место установил новый подшипник. Процесс выбивания и запрессовки произведил головкой на 9. Сами щетки решил не менять, так как старые щетки отличались от новых меньше чем на 1 мм. Кстати при сборке щеточного узла пришлось помучиться. Собрал две его части воедино, вдавил щетками пружины и зафиксировал все это вязальной проволокой. Только после этого отдел все на коллектор и после чего убрал вязальную проволоку. Кстати сам коллектор очистил двухтысячной наждачной бумагой. Механическую часть смазал смазкой типа литол, а все электрической и контактной медной смазкой. Все плотно затянул, особенно электрические контакты. Перед этим очистив посадочное гнездо, втягивающее в реле, так как недодежный контакт приведет к несрабатыванию реле. После сборки получили вот такую красотень. Теперь что касается сломанных шпилек на стартере Митсубиши. Я сделал надпилы на колодцах, куда устанавливались шпильки и просто выломал шпильки. Новые шпильки я решил взять из рамного анкера. Также использовал пистоны с резьбой. Правда в корпусе статора необходимо просверлить колодцы сверлом на 7, после чего можно будет установить пистоны, а в них уже вкрутить наши новые шпильки длиной 152 мм. Ну и теперь то, что вы так долго ждали. Тест обоих стартеров при равных условиях. Так, минус 6, двигатель холодный, два прогрева, раз. Заводим. Митсубиши стартер. Так, те же условия. Минус 6, два прогрева, раз. Два прогрева. Стартер Бош. Таким образом, 2,2 киловаттный стартер фирмы Бош из системы старт-стоп более бодро заводит двухлитровый дизельный двигатель при равных условиях. Выполнен более качественно. Следовательно, он становится победителем сегодняшнего баттла. Ставьте лайки и подписывайтесь. С меня много интересного.